доброго дня я приветствую вас нашем прямом эфире он сегодня посвящен нашей замечательной новинки работаем мы с файбербазой файбербаза номер восемь и номер девять здравствуйте 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 рада вас всех приветствовать сегодня эта новинка наша заключается в том что долгожданная наша файбербаза она вышла в новом объеме объем 30 миллилитров он в такой вот в такой замечательной замечательной тубе с дозатором добрый день и очень удобно эту базу добавлять уже в имеющийся флакон флакон с кистью которым вы непосредственно работаете что вообще такое файбербаза я вот подготовила для того чтобы цвет показать и восьмерку и девятку во флаконе с кисточкой файбербаза это скульптурная пигментированная база которая в своем составе имеет файбер волокна это синтетические волокна за счет которых после полимеризации обеспечивается очень жесткий каркас каркас непосредственно на поверхности всей ногтевой пластины материал жесткий на за счет вот этих синтетических волокон база не дает усадки при отрастании не проседает зоне свободного края это позволяет нам сохранить архитектуру которую мы выстроили при моделировании здравствуйте девочки здравствуйте до доброго всем дня позволяет сохранить архитектуру при моделировании когда клиент приходит к вам на следующий раз на коррекцию мы видим такой же красивый роль на бур ровный продольный изгиб который мы создали в процессе непосредственно маникюра я тут пластину для стемпинга использую в качестве фона для того чтобы показать вам цвет файбер база номер восемь имеет красивый оттенок с каким-то я бы сказала персиковым таким персиковым отливом восьмерка тоже в своем составе имеет некоторый шиммер но он настолько вот легкий настолько невесомо его практически не видно то есть такое легкое легкое мерцание даже под камеру особо не могу вам вам его показать ну вот вживую видно то есть это совсем совсем такое незаметное сразу вопрос ну давайте сразу вопрос кончики с файбербазы быстро отславятся как же его запечатать смотрите файбербаза запечатывается совершенно свободно вы можете запечатывать ее натурал композитом точно так же как с твердой гелевой системы то есть если вы видите что все-таки со стороны свободного края у клиента идут отслойки запечатываем при помощи натурал композит геля либо soft pink желе гель и сверху выстраиваем архитектуру файбербазой я свое время когда продукт появился еще совсем немного работал на клиентах и часть клиентов которые у меня ходили с твердым гелевым покрытием но при этом у них были систематические отслойки например со стороны кутикулы так как ногтевая пластина влажная я их перевела на файбербазу по классической технологии запечатки то есть запечатку на свободный край а файбер уже на поверхность и проблема этой мы избежали то здесь конечно нет какого-то одного волшебного продукта в тюбике который подойдет максимально всем то есть нужно конечно работать по показаниям непосредственно каждому клиенту свое так и цвет и цвет ложи и цвет у нас номер девять сейчас я покажу девочки и вопросы почитаю и цвет номер девять посмотрите к такой красивый нудовый розовый оттенок имеющий в своем составе тоже декоративный элемент в виде шиммера но здесь уже шиммер холодный холодный серебристый шиммер и он уже такой более более крупные то есть более явная мерцающая история то есть если с восьмеркой вот на видео мне очень жаль что этого мерцания не видно я сейчас приближу вот смотрите когда я очень сильно увеличила вот под углом видно что в восьмой базе тоже шиммер присутствует но он такой вот легкий невесомый такой еле читается который добавляет такую изюминку материалу появляется легкое легкое мерцание на поверхности а девятка она уже видите серебристый шиммер в своем составе то есть она достаточно активно уже дает блеск так вопросы гель ложится на натуральный ноготь что ли если гель под файбер то на тверда гелевая система виде натурал композита она укладывается в торец на торец свободного края запечатывается торец а поверхность уже выкладываются непосредственно файбер базы вот такие цвета смотрите как это выглядит у нас сейчас на сайте файбер база вы можете забить в поисковике здесь у вас будет маркер новинка и соответственно новинка номер 9 номер 8 объем 30 миллилитров стоимость 1750 рублей так что доступно вы можете уже на сайте их приобретать так но вот такой вот объемчик удобный для работы для перелива и мы с вами начинаем цвета я показала даме турочку я сейчас в эфире в инстаграм вот делала удлинение при помощи файбер базы вот мы сделали пальчик и поработали девятка вот она файбер базы diamond такой имеет красивый красивый перелив а сейчас уже я вам покажу восьмерку восьмерка поработаем на другом пальчике ноготок я подготовила начинаю с евро-клинсера обезжириваю поверхность мы всегда работаем по этой технологии то нам необходимо излишнее зажирнение убрать ногтевой пластины далее нил-преп нил-преп в зону кутикулы я использую под гель-лаковую систему не сушу весь ноготь а только добавляю каплю которая растекается в пазухе если вы использовали например там кутикул римовер либо при помощи мацерации делали обрезной маникюр то есть воду воду ноготочки погружали соответственно подсушить нам нужно только в зоне кутикулы и в пазухах каноногтевых весь ноготь сушить и нет необходимости далее мы используем грунтовочный препарат это ультрабонд ультрабонд также наносите в двух вариантах зависит это от того каким способом вы потом будете снимать покрытие то есть если вы работаете формате снятия и размачиваете ацетаносодержащей жидкостью тогда наносите только на торец этот участок спилиться при коррекции если вы работаете формате коррекции тогда рекомендую полностью на весь ноготок наносить еще раз повторяю ультрабонд ацетона содержащей жидкостью не растворяется далее следующий этап это базовое покрытие здесь тоже вы ориентируетесь на своих клиентов на то как они пользуются ручками каждый раз когда клиент приходит мы увидим да в каком состоянии он ноготки переносит кто-то носит более аккуратно ногти так как не выполняет какой-то активной работы руками кто-то ручками более активно пользуются и вы видите что да например у клиента там какие-то загрязнения очень сильные какие-то отслойки идут то есть видно что прямо активно активное пользование можете добавить в качестве перестраховки в качестве дополнительной адгезии можно использовать бейс гель так как база камуфлирующая ультрабонд очень кислотный ультрабонд вообще не кислотный у нас нет кислотных препаратов поэтому ультрабонд не кислотный да это праймер но не кислотный другой состав базовое покрытие наношу полностью на всю поверхность я сейчас это делаю для того чтобы мне было просто удобно я буду выполнять небольшое удлинение при помощи постановки формы и вот просто для того чтобы мне удобно было прикреплять свободный край к поверхности ногтевой пластины я просто нанесу базу то есть в общем-то это условие не обязательное опять-таки ориентируйтесь на своих клиентов удлинение буду выполнять при помощи формы форма одноразовая форма очень липкие поэтому в перчатках ставить их неудобно но приложите всегда можно старайтесь просто максимально не при не прикрепляться сильно не фиксировать пальчики форме буквально легким движением и подклеиваю окошечко для жесткости мне так удобно фактически всегда это делаю разрезаю форму при помощи ножниц по линии перфорации беру форму двумя руками скручиваю поперечный изгиб и примеряю форму я должна понять нужно ли мне форму подрезать или она мне станет без дополнительных манипуляций в скрученном виде завожу форму под один угол и под второй и затем скрученном состоянии вставляю середину при вставлении середины я вижу что форма мне достаточно хорошо становится и дополнительно мне ничего делать не нужно большими пальцами на валиках я форму фиксирую то сделаю так чтобы она прилипла и одновременно когда я форму придерживаю я отлепляю свои перчатки от формы здесь ее зафиксировала и перчаточки от формы отлепила все отлично у меня отходит так далее следующим этапом я склеиваю нижние боковые части нижним боковой части мы склеиваем стык стык атаковать технология технология постановки формы когда мы работаем всегда в определенной последовательности это очень удобно фиксирую склеиваю заужая чуть-чуть носик формы еще раз контролирую чтобы она у меня качественно стала смотрите здесь в данном случае уголочки по свободному краю в принципе можно было чуть-чуть под закруглить так как мы овальную форму моделируем я этого сознательно не делала так сейчас я вышла из кадра сознательно не делала этого для чего обратите внимание да что у меня у клиента модели у моей у не очень а явно выражены около ногтевые валики зачем разрезать по линии сейчас объясню явно выражены ногтевые валики и поэтому если бы я вот эти углы убрала не просто не за что было бы зафиксировать форму а то есть я себе облегчила жизнь уголочки оставила но при этом у меня форма зафиксировалась девочки объясняю зачем я всегда разрезаю верхней боковой части верхней боковой части это ваш руль это ваш ориентир то есть от того как у вас установлены верхней боковой части зависит насколько ровно стоит форма насколько ровно вас капли то есть мы на них ориентируемся если я одну боковую часть когда я их разрываю они мне могут разорваться неровно и одна будет больше другая будет меньше как мне сориентироваться вот к примеру я взяла форму я ее разорвала где-то на мне ровно разорвалась где-то не ровно я беру пальчик устанавливаю форму опять не помогаешь на сегодня модель такая активно все время мне помогает вообще обожаю просто так установила приподняла вставила середину зафиксировала бога видите я когда фиксирую пока вот эти верхние части я смотрю чтобы у меня верхние боковые части вот видишь что происходит чтобы верхние боковые части находились всегда на одном уровне это вот параметры классического моделирования классической постановки формы вот я их установила они мне на одном уровне если часть у меня эти на одном уровне значит и нижние боковые части они у меня должны ровненько пойти навстречу друг другу смотрите я вот зафиксировала форму я пальчики уложила большой указательный я начинаю друг на встречу друг другу вести вот эти нижние боковые части и они у меня сразу раз и ложатся стык стык если я возьму и вот эти верхние боковые части неровно еще разорваны зафиксирую на разном уровне 1 выше будет другая будет ниже куда у меня низ пойдет смотрите я фиксирую низ и он у меня сразу идет полностью кривой и вот эта капелька криво склеивается соответственно при кривом склеивание капельки у меня получается изгиб поперечный после моего моделирования вертолетом поэтому если оставить верхние боковые части и не разрезать что мы получаем смотрите если я получаю не разрезаны верхние боковые части если я их зафиксирую вот так вот на пальце у меня нос формы будет завален вниз а если вам нужно смоделировать квадратный ноготь а он у вас завален вниз что будет толщиной стрессовой зоны и и фактически не останется будут завалены боковые параллели то есть хорошая чистая форма получится только тогда когда правильно установлена форма для моделирования по критериям и параметрам все это не просто так придумано что мы такие сели придумали так вот форму надо вот так вот так так ставить это обоснованно то есть каждое движение мастера каждое действие мастера последовательность этих движений она обоснована определенными параметрами то есть мы их соблюдаем и получаем хороший качественный результат так мне надеюсь ответила на ваш вопрос прорвалась перчатка сейчас девчонки извините поэтому классическое моделирование но давно придумано да это классика все таки и конечно все эти моменты мы должны обязательно соблюдать это облегчает прежде всего работу мастера вы получите хороший качественный результат и будете довольны своей работой и вы и ваши клиенты так поехали дальше мы немножко тут отвлеклись на формы ну я очень надеюсь что всем это будет интересно форму установили форму развернули я вышла из кадра для чего я разворачиваю форму проверяют носить на центральной оси чтобы она не была ровно установлена разворачиваю возвращаю себе обратно спасибо фиксирую то есть пока мы болтали я контролирую что форма мне куда ушла не ушла никуда не делась беру базу номер восемь восьмерочка сейчас делаю набираю небольшое количество небольшую капельку на кончик и выгружаю юную форму выгружаю на форму определяю удлинение смотрите если вы выгрузили видите что например кисточка вам не очень удобно работать из флакона где-то нужно завести где-то подвести под стык стык это сделать можно взять линеарную кисточку максимально аккуратно определить границу на форме подвести чётко к торцу стык стык натуральному ногтю и от формы можно линеарной кисточкой то есть смотрите не не кафом заморачиваться возьмите и сделать из флакона то есть тут база стоит по тем границам по которым я ее выложила она может просесть у вас в бока если очень много выложите но течь по форме она никуда не будет выложили много перевернулись центровали никаких вопросов отправляем на просушку время полимеризации материала две минуты две минуты мы сушим база будет держать длину база не мягкая файбер база отличается от скульптурных камуфлирующих баз тем что в ее составе присутствует волокна это волокна файбер что он у себя представляет давайте для сравнения вот к примеру такие волокна то есть это файбер лента для ремонта натуральных ногтей видите вот она вот это файбер лента смотрите вот видно волокна вот они волосики тоненькие сейчас я хочу фокус сделать сша в контакте не делается фокус или делается вот девочки увидели вот эта файбер лента она состоит из таких волокон да есть очень нравится вот эти волокна по факту взяли очень мелко нашинковали определенного размера определенной фракции и добавили в состав скульптурной базы файбер база эти волокна в себе содержит если мы посмотрим прозрачную я для примера вам показываю прозрачная файбер база тоже я вот специально много на кисточку набрала и очень сейчас постараюсь вам показать чтобы был фокус видите в ее составе внутри вот в составе видно что она такая как будто чуть-чуть замутненная как будто она мутная немножко вот как раз таки в ее составе именно в прозрачки очень хорошо читаются очень хорошо видны эти вот они видно прям волосики вот эти вот элементы в процессе полимеризации как раз таки и придают жесткость данному материалу в связи с чем база жестче чем обычная скульптурная база база не дает усадки в зоне свободного края и база ты хорошо посушил пока тут разговариваю могла бы досушить и соответственно база не дает усадки но чем прочно в зоне свободного края еще какие-нибудь другие цвета да очень хочется какие хочется цвета напишите примеру какие бы вам хотелось цвета так ну давай сколько-то там минуту просушила давайте посмотрим сейчас если от форма не отойдет мы просто с вами досушим и все достаточно тонким слоем я высушила ну нет я тонко выложила досушила еще время полимеризации две минуты в лампе смотрите если вы сделали укрепление такое же тоненькое удлинение такой же тоненько как и я можно взять и пройти тонким слоем два так поступим мы возьмем сейчас тонким слоем пройдем полностью по всей поверхности так как базу я присоединила к самому кончику свободного края натурального ногтя поэтому я пройду по всей поверхности а вторым слоем уже выполним укрепление не всегда мне удобно это под камеру делать поэтому если что не так тысячу кратно извините можно взять небольшую каплю и вот здесь центре центральный продольный изгиб как раз таки там где у нас стрессовая зона присутствует я просто возьму немножечко укреплю и после снятия форму вторым слоем после просушки мы это девочки смотрите вот на самом деле почему показываю удлинение я не говорю о том что вот все теперь бросьте твердый гель и наращивайте только файбербазой нет но вы должны понимать что этого материала есть такое свойство которое позволяет нам удлинить когда например клиент сломал один ноготь два ногти сломал не все мастера работают твердыми гелями моделируют есть кто-то кто работает только гель-лаками и почему бы не пользоваться этими свойствами и например не восстанавливать длину при необходимости не обязательно наращивать все десять там в 5 единиц и лет и конечно если вы моделируете длинные ногти и нам нужна максимально жесткость и прочность конечно проще это сделать твердым гелем но вот в таких вариантах когда нужно что-то доремонтировать дорастить там углов не хватает длины где-то на одном пальчике не хватает можно использовать файбербазу я вам показываю ее жесткость одно из ее главных свойств это то что она очень прочная не печет такой слой не печет нет не печет вообще вы знаете вот этот момент спичет не печет конечно безусловно есть базы которые более пикучие есть которые менее пикучий я бы файбербазу отнесла к менее пикучим но смотря на каких ногтях по себе могу сказать мне даже топ печет то есть вот я покрываю себе ногти делаю укрепления перекрывают светом наношу топ т класс или ультрашайн и мне в лампе всегда печет поэтому здесь это все очень относительно какого-то там адского жжения и желание вытащить руки из лампы кричать нет нету давай подсушили наконец-таки подсушили снимаем форму воздух сейчас запустим где я конечно нанесла максимально тонко как всегда хрен от дерешь я занялся свой французский воздух пустили и снимаем форма липкая сейчас девочки выйду на секунду буквально из кадра и она отделилась отделилась и полностью снялась так здравствуйте все кто присоединяется всех приветствую да по поводу пикучести это такое свойство есть вообще чувствительные клиенты которым все печет мне все печет мне все горячо нас второй технолог тоже юля мы с ней в паре работаем и ей всегда достается снимать покрытие с моих ногтей навсегда страдает и говорит я не хочу тебя ничего снимать потому что тебе вечно все печет то есть даже при работе фрезой причем при работе фрезой правильно мне всегда горячо очень сильно влияет чувствительность индивидуально у каждого клиента наношу на поверхность ногтевой пластины второй слой перекрываю боковые линии распределяю в центре по поверхности и теперь мы можем уже взять небольшую капельку небольшую капельку и выровнять поверхность да есть клиенты все печет действительно клиенты есть разные но подстраиваемся под них выкладываем на поверхность база очень имеет хорошие моделирующие свойства вам нужно ее только направить нужно скажем так русло в нужную сторону направляете и соответственно можно перевернуть можно сцентровать подождать сейчас чуть-чуть я задела переворачиваем сцентровая поправляем если я тут немножко задела управляем можно ли не арочка взять ли не арочка подтянуть кстати очень хороший вариант такая готовая основа под дизайн не требующая цветного покрытия дополнительно можно сверху сделать стемпинг можно прикрепить декорации любые отправили ноготь на просушку можно прикрепить любые декорации и уже у нас готовый цвет так здравствуйте посоветуйте пожалуйста чем сделать укрепление клиентки soft milk гель сошел через неделю чего не не загорелась да сейчас девочки извините на тут лампа что не включилась не стекло ну чуть просел мы подпилим досушиваем soft milk опять смотрите если soft milk отошел файбер база тоже есть например молочная можно файбером попробовать молочным нужно смотреть на какую базу вы ставили на base гель ставили или на супербонд можно сначала попробовать поменять подложку если клиент например хочет вот именно этот молочный сохранить можно попробовать попробовать что можно попробовать поменяйте попробуйте базу в первую очередь base или супербонд посмотрите на чем вы работали и как альтернативу если все-таки хочется молочный вариант то попробуйте молочную файбер базу так приятно читать отзывы приятно что мастера работают материал нравится но он действительно классный вот показываю и стоимость сразу видно значок новинка цвета и объем те кто активно работает базой такой объем конечно максимально удобны для работы так обезжириваю снимаю дисперсию с поверхностей и выполняю apil apil выполняю сначала по торцу немножко села она у нас бака так как лампа сразу ничего то не включилась я разговариваю момент упустила придаю форму кстати файвер пилится максимально комфортно это что-то среднее между твердой гелевой системой и гель-лаком нет у нее такого явно какого-то прорезиненного ощущения как будто ты резинку пилишь так боковые параллели выровняла я сейчас смотрю в торец чтобы у меня боковые стороны были на одном уровне и вот там где она мне подпросила немножечко подбираю выравниваю толщину торца пилить в зоне кутикулы я не буду смысла в этом нет то есть вы можете просто пройти по торцу подобрать если вдруг произойдет у меня с боками и зацепила кожу да все выравниваем можно сверху пройти шлифовщиком хочется новые цвета всем хочется новые цвета я передам нашим продуктологом информацию о том что хочется новые цвета с выбором цвета кстати всегда я спрашиваю почему спрашиваю что хочется какой цвет хочется чтобы вообще иметь понимание какую сторону плясать в каком варианте хочется новых цветов прошла по торцу тут сильно усердствовать я не буду можно пройти если есть необходимость например по маникюру доработать можно пройти кутикулы римовером либо для доработки либо для того чтобы в принципе убрать эпидермальный опил ну то есть тут уже опять-таки исходите из процедуры и этапов которые вы выполняете важную салфе . возьму с базами конечно со скульптурами очень классно работать в плане того что влаги они не боятся на спокойный римовером работаем и можно и влажной салфеткой воспользоваться и точно быть уверенным что они пойдут от слойки хочется с блестками как у твини все-таки блесток мало до девочки бежево-розовый чуть темнее хорошо спасибо вам за ваши отзывы я обязательно напишу прям себе заметку поставлю потому что мы конечно к созданию цветов непосредственно имеем отношение и с удовольствием будем воплощать обезжириваю обезжириваю для того чтобы убрать остатки остатки кутикул ремонтера заговариваюсь ультрашайном можно покрывать вот в чем кстати преимущество вообще файбер базы в том что ее можно покрывать ультрашайном и не бояться что топ жесткий и он полопается то есть база не ус не садится база не гнется так активно как она может изгибаться с натуральным ногтем например обычная скульптура и здесь конечно можно у трошайном поработать для любителей утрашайный отличный вариант полетела кружки полетели голубой сиреневый ближе к бордом а хочется таких темных цветов и твини блески класс так пока мы просушиваем я еще раз покажу девочки мы сегодня с файбером работали такие два красивых цвета с шиммером очень очень приятные очень такие нежные оттенки натуральные но я поняла что всем хочется огня хочется яркости блесток голубой сиреневый бордовый я кстати очень хочу чтобы нас и в линейке твердогелевых систем появились более яркие цвета так что мы над этим работаем так ну давай мне пальчики а можно и 2 где там твои вот такие два варианта стыку вам у нас получились в результате файбербаза даймонд шиммером номер восемь и салман номер 9 а номер восемь и номер девять их местами так если вопросики у вас остались давайте еще напишите мы я по отвечаю с удовольствием если уже вопросов нет то в принципе можете в комментариях если еще что-то вспомните дописать в комментариях эфир обязательно сохраняется база в таком объеме номер девять и номер восемь корректировать как гель или как гель-лак интересный вопрос в плане чем отличается коррекция геля гель-лака полностью снимает подложки вот смотрите вы можете работать в том варианте который вам удобен если вы сохраняете скульптуру то есть дальше при коррекции будете эту же базу использовать какой смысл снимать ее полностью до ногтя до натурального нет никакого на одну треть там отросли ногти запилили на пиленую поверхность восстановили архитектуру и полностью можно не снимать то есть смотрите по состоянию если где-то все-таки какие-то есть отслойки и моменты которые вам хочется убрать тогда убирайте но вообще допиливать каждый раз до натурального ногтя конечно не рекомендую лучше все-таки сохранять и такую выполнять максимально коррекцию light и при этом вы же понимаете что расход материала снимите вы полностью полностью переделать или вы только восстановите архитектуру то есть у вас расход материала будет меньше поэтому тут уже ориентируйтесь сами можно и так и так кто-то только присоединился к трансляции эфир у нас сегодня был на тему файбербаза файбербаза в новом объеме благодарна всем за вопросы за такое сегодня активно очень участие это приятно так что трансляцию нашу мы заканчиваем на вопросы отвечу еще если они у вас будут в комментариях в эфирчике пишите девочки всех рада была видеть всем спасибо большое и всем хорошего дня всем пока пока